Многие возвращаются с турпоездок и звонят мне. Многие ученики мои просто для того, чтобы изучить язык, для того, чтобы в следующий раз поехать и понимать, разговаривать и так далее, для своего следующего отдыха. Некоторые ученики приходят за языком для работы, которые работают на фирмах, которые сотрудничают именно с турками. И иногда в процессе работы им нужно как-то с ними хотя бы элементарно общаться. Вот для этой цели. Но несколько, можно сказать, девочек приходило ко мне и сейчас до сих пор. Занимается для того, чтобы понимать своего супруга. То есть когда супруг дорог, то есть если они собираются замуж, либо сейчас уже замужем, есть такие ученики у меня, которые изучают для того, чтобы понять супруга и свою вторую маму. Это тоже. В этом момент мне близок. Так, ну еще я спрошу непосредственно о вас. Смотрите ли вы прямо дома фильмы на турецком, слушаете ли музыку, какую любите, предпочитаете? Да. Ну, конечно, времени совсем мало на фильмы. Но музыка постоянно, да, включенная музыка. Раньше слушала как бы поп-музыку, все наши вот эти поп-артисты. Вот, сейчас больше слушаю именно национальные, именно Тюркю, да, то есть национальные их песни. Вот они более такие жалобные, более такие вот. Но все равно я стараюсь. Почему? Потому что там уже совсем другая лексика. Вот, мне нужно немного лексику, словарный запас свой. Это своего рода у меня развитие, у меня свое учение, как бы, свое обучение. Вот. Ну и также смотрю фильмы. Фильмы люблю смотреть, комедии на турецком языке. Почему? Потому что уже понимаю какие-то шутки, уже смеюсь сама. Люблю смотреть передачи, комедии Дюкян, например. Те вот, которые, где можно посмеяться. То есть, действительно, и само ощущение, само чувство того, что ты понимаешь эти шутки, ну, это, да, это такое, приносит какое-то другое сердце. А, кстати, у меня возник вопрос, Оле. Вот, как говорят, английский юмор, да, его сложно понять вот русскому человеку. А вот турецкий юмор, есть такие моменты, когда вот именно нужно долго объяснять вот ученику или человеку, не знающему турецкий язык, о чем вообще шутит туркоязычный? Да, 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 здесь тоже свои вот эти вот особенности, тоже в турецком языке. Конечно, не все шутки понимаю я до сих пор, конечно. Я не знаю, когда я их начну все понимать. Вот, но, конечно, есть свои особенности. Многие не понимают шуток. Но я уже, когда общаюсь именно с турками, когда они что-нибудь пошутят, я посмеюсь, они даже удивляются. Вот, поняла я, да, вот так вот так поняла. Почему? Потому что есть какие-то истории, там, имена, да, в шутке это какие-то имена, и я знаю, что это за имя, что это за это, да. То есть есть специфические шутки такие, ну, иногда даже пытаюсь шутить сама. И это вот те же фразеологизмы, те же вот какие-то идиомы. Я их применяю, и тоже, как бы, турки очень к этому относятся. Так что это получается уже какой-то, ну, уже уровень другой совсем. Ну, высший уровень считается, да, если понимать. Ну, я уже тоже с наших уроков так поняла, что лучше, ну, чтобы так блеснуть знаниями, побольше всяких фразеологизмов там использовать, всяких оборотиков посложнее. А вот можно сказать какую-нибудь, ну, фразу, может быть, нашим телезрителям, ну, вот тем, кто изучает, да, турецкий язык, может быть, какую-то, что вот когда её скажешь, вот, ты прям, тебе поймут, о, ничего себе, она такое знает. Ну, так, она даже так может быть. Это, конечно, сложно, но вот что? Фразеологическое, например. Ну, я бы, как бы, ну, не знаю. Сходу сложно, да? Сходу, конечно, сложно всё сказать, но я просто, я рекомендую всем. Нет, просто перебью. Зная такой случай, у меня был в жизни, у меня одна знакомая с Казахстана сказала, говори им всем фразу как-то, сананэ, что тебе, и от тебя все отстанут в туристической зоне. И действительно, я так попробовала, ко мне никто не подходил. Ну, да, кстати, да, это как бы так было. Научила. Да, грубоватый, но в то же время, да, ответ такой, прям, сананэ. Грубоватый. Грубоватый, но в то же время, да, это такой, у них именно употребляется. То есть наши иностранцы, они не изучают этого, потому что грубо как-то, сананэ, да. Тем не менее, да, помогает, помогает. И действительно, я говорю, что обращайте внимание именно на фразеологизмы и на пословицы, пословицы, поговорки. То есть, ну, конечно, нужно к месту поставить, да, эту пословицу, эту поговорку, то есть, чтобы... Мне кажется, это уже высший пилотаж. Да, то есть, вот тогда вот точно. Вот у руков как бы, ну, отвиснет челюсть, да, о, ничего себе, она знает такую поговорку. Да, да, скажешь, ну, ничего себе. Так, а теперь вернёмся в русский язык. Вот многие люди не знают, ну, которые как бы с языками, да, не связаны, не знают, что в том же русском языке много заимствованных слов из разных языков, из французского, там, из итальянского. Также, наверняка, есть какие-то турецкие словечки, заимствованные в русском, которые мы вот говорим, например, абракадабра. Да, абракадабра. Это где-то я встречала в турецком книжке. Бракадабры понимаем, да, что это, оказывается, турецкое, да? То есть, это турецкое... Ну, вот именно с турецким, как бы, я никогда не проводила анализ турецких слов, именно в нашем языке, в русском языке, да, скажем, никогда не проводила такой вот анализ. И есть, так как я изучала турецкий, я, наверное, больше, как бы, турецкие слова на русский. Вот в русском, как они звучат, например, да, какие-то слова это совсем... Ну, то есть, те слова, которые смешно звучат, по-турецки это обычные слова, да, а по-русски это вообще смешно. А вот можете примерчик привести? Ну, наше любимое слово, что бардак. Бардак. Да, бардак, так это... Это стакан, это обычное слово, бардак. То есть, когда человек услышит бардак, я даже, когда летала в Турцию, да, как-то увидела кафе, называется бардак, и я сфоткала это... То есть, бардак это... У них стакан это переводится, да, дурак то же самое. Дурак это у них остановка, да, а у нас дурак вот, пожалуйста, да. То есть, кто не знает, может не понять. Кто не знает, да, может обидеться, не понять. На самом деле это нормально, обычное слово. Так, ну, в принципе, вопросики у меня заканчиваются. Ещё один вопрос, который не обсудили, остался опять связанный, что в Казахстане много турецкой культуры, эти страны дружат, и дай бог пусть дружат. Пусть дружат. Да, вот. И у нас в Кустанаре, именно в нашем городе, есть вот такой вот казахско-турецкий лицей. Что вы узнаете о нём? Потому что это очень интересный такой образовательный центр, или как сказать. Да, казахско-турецкий лицей. И, ну, во-первых, я-то проходила практику. Вот. Это такое время было вообще. То есть, мы сами вот под таким впечатлением изучения языка ещё пошли на практику. Там были пять человек, только отправили самых-самых. Вот. У нас было столько радости. Но когда мы туда попали, во-первых, да, это хорошая школа, школа языка. Да, потому что там преподают турки, вот, преподают... Насколько я знаю, на английском. На английском, там и на турецком. То есть, очень много преподавателей именно турков. Вот. Общение у нас было такое с носителями, да. Вот. Ну и, во-вторых, нам было сложнее, намного сложнее, чем вот студентам, которые проходили в школах, либо просто в университетах русскоязычных. Почему? Потому что вот именно в лицее они работают с утра и до вечера. Вот. Мы приходили к восьми, и оттуда выползали к восьми. То есть, работы там делаются очень много. И в плане учебной, и в плане воспитательной. Вот. Поэтому, действительно, они закладывают там такой фундамент ученикам. И я вот позавидовала тем мальчикам, которые там учатся. Да, кстати, там учатся не мальчики. У нас для мальчиков. Вот. Поэтому я действительно позавидовала. Я бы хотела бы тоже обучаться именно в таком заведении. Вот. Даются там очень хорошие знания. И олимпиадники, да, победители олимпиадцев. Именно в нашем лице. Ученики. Ученики. Сильные там ученики. Ну, и знаете, как сказать, там обучение совсем другое. Как бы. У них методика совсем другая. И даже вот учителя вот эти вот, да, они видно вот, прям, они любят этих детей. Они над ними вот как квочки. То есть, так как мы изучаем язык, как у нас учителя относятся к нам. Просто как к ученикам. Да, это сейчас тоже проблема. Вот. А вот там вот... Для изучения языка это практически идеальное вот такое место. Мне кажется, вот самый-самый такой вот вариант для изучения. Конечно, наверное, и нагрузка тоже, да. Ну, нагрузка, да. Я говорю, что нагрузка у них с утра и до вечера. Они там вот занимаются, занимаются в первой половине с учительом, а второй с воспитателем, который также владеет языком. Ну, в общем, ну, хорошее заведение мне понравилось, как бы, и там проходить правочку. И сейчас я тоже там бываю, общаюсь именно с учительами, вот, и турецкие. Ну, я пересеклась с учеником с казахско-турецкого лицея, когда преподавала, ну, как бы, помогала им готовиться к экзамену по английскому языку. Я поразилась, насколько у него уже так хороший уровень английского, и он ставит себе такую высокую планку для вот сдачи этого экзамена, IELTS, да, по-английскому, очень нелегкий экзамен, то есть одиннадцатиклассник, ну, я уже поняла, что наверняка там хорошее знание дает. Да, база очень хорошая, база. И многие студенты, многие ученики вот отсюда, они улетают в Турцию учиться. Да, впоследствии в Турцию, да, кто-то в Алматы улетает. На этом у меня всё. Спасибо, Сауле, за интервью. Мне было очень интересно и познавательно, на самом деле, я тоже много ещё чего не знала, несмотря на то, что мы вот учимся, общаемся уже полтора года. Спасибо вам, Сауле, желаю вам успехов в вашей профессии, также продолжать расти, потому что язык, это, по-моему, бесконечный рост. Да, поэтому вот спрашивают вас, за сколько ты выучил язык, так сложно ответить, хочешь сказать, да я, это можно изучать вечно, в любом языке. Поэтому всем зрителям желаю успешной учёбы в иностранных языках, успехов. Да, спасибо, спасибо, Виктория. Спасибо за приглашение. Чё вытащите? Ищи, да, иди, да, иди, да. Спасибо за такое приглашение.